Коммунальный коллапс в Олейске. Жители города пожаловались на неправомерное, по их мнению, отключение водонапорных колонок, расположенных в частном секторе. И вот в мэрии сообщили, колонки снова работают, а Александр Молчанов проверил, так ли это. В конце июня жители Олейска фактически остались без воды. Горводоканал без предупреждения отключил на улицах колонки, которыми пользовались не имеющие водопровода жители частного сектора. Ситуацией заинтересовалась межрайонная прокуратура. Как пояснили в администрации Олейска, водоканал перекрыл 14 колонок абонентам, которые не платят за воду годами и накопили астрономические суммы долга. У нас сегодня 6 330 абонентов. Из них 833 абонента – это те, которые пользуются водоразборными колонками. Общая задолженность 3 миллиона 700, а 2 миллиона 700 – это именно те колонки, вот это те абоненты, которые пользуются водоразборными колонками. Всего в Олейске 199 колонок. Получается, что средний долг только с одной – около 15 тысяч рублей. Однако, кроме неплательщиков, водой пользуются и добросовестные жители. Они оказались пострадавшей стороной и не стесняются в выборе выражений, говоря о тех, кто не платит по счетам. Если бы не воровали воду, я вам честно скажу, было бы лучше, потому что флягами едут, не рассчитывается. Я вот сама сказала, я соседу сказала, если ты платить не будешь, я тебе морду набью, говорю, ну так же нельзя делать. Ну, из-за их почему-то мы должны страдать. Сегодня в Олейске отключенными остаются 8 колонок. По шести с жителями получилось договориться. Кто-то оплатил долг, кому-то предоставили рассрочку и колонку включили. Так, например, на переулке Чернышевского, 40. На колонку установили замок и выдали ключи только тем абонентам, которые на ней обслуживаются. Еще 47 колонок отключили до осени тем жителям, у которых в огороде есть летний водопровод. А 16 законсервировали. То есть они работают, но рычаги с них убрали и отдали на хранение в ближайший дом. Потребностей в этих колонках нет. У всех жильцов вокруг есть постоянный водопровод, а колонки оставили на всякий случай. В городской администрации нам выдали список из 128 работающих колонок. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Выбрали первую попавшуюся. Вот переулок Парковый, 63. Ну давайте проверим. Вот еще одна колонка по улице Олежка 2. Давайте посмотрим, есть ли здесь вода. Вода есть, и она чистая. Что ж, ситуация действительно сдвинулась с мертвой точки. Сейчас водоканал готов идти на диалог с неплательщиками. Предлагает оформить рассрочку на полгода и включить оставшиеся 8 неработающих колонок. А кто-то из горожан уже решил приобщиться к благам цивилизации и провести водопровод. Водоканал уже принял 130 заявлений. Александр Молчанов, Сергей Седых. Новости.